Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. На личный прием в органы прокуратуры ежедневно приходит множество людей, и все с разными вопросами. Зачастую многие проблемы не дошли бы до прокуроров, если бы местные чиновники проявили большую чуткость по отношению к населению, вверенной им территории. Так и на личном приеме в приемной президента России, которую на днях провел заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев, звучали совершенно житейские темы – незаконная парковка, протекающая крыша, а также дом для переселенцев из ветхого жилья, который бьет током. Если бы каждое должностное лицо подходило к своим обязанностям серьезно, количество жалоб снизилось бы процентов на 70, говорят в прокуратуре. Такое впечатление, что чиновники надеются на русский авось и верят, что прокурорская проверка – это то, что может произойти только с кем-нибудь другим. А это далеко не так. Поэтому количество жалоб в управлении Генеральной прокуратуры по Уральскому округу только за прошлый год увеличилось на 10%. Это означает, что, во-первых, до сих пор есть кого наказывать, а во-вторых, что наказание неизбежно. Уральский федеральный округ первое место занимает в России по количеству жалоб поступающих в управлении. Больше такого нет. В других федеральных округах меньше. А почему украду? Ну, я думаю, что это прежде всего доверие гражданам управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Вопросы, с которыми обращаются граждане, самые разные. В этот раз большинство жалоб были из Екатеринбурга и Свердловской области. Жительница областного центра озабочена состоянием кровли в школе, где обучаются ее дети. С началом таяния снега четыре учебных класса пришлось просто закрыть. И это 144-я гимназия, одна из лучших в городе. Училась в этой школе я, училась моя мама, и сейчас мои двое детей учатся, и третий собирается. И, ну, я правда неравнодушна к этой ситуации, потому что школа для меня родная, учителей очень много, тех, которые еще меня учили. В ближайшее время будет направлено представление в адрес руководства гимназии, а также подготовлено исковое заявление в суд. Муниципалитет должен выделить средства, и ремонтные работы должны быть исполнены. Еще один екатеринбуржец жалуется на незаконную парковку. Неизвестные лица, судя по всему, коммерсанты из близлежащего офиса перегородили проходы к детскому саду компенсирующего типа. Родителям с детьми приходится выходить прямо на проезжую часть. Заявление было направлено по интернету, после чего заявителя пригласили на личный прием. И в этом здании находятся несколько офисов, да? Да, три компаний там, ну под бульгиз. Давайте посмотрим законности этих ограждений для автомобилей. Поручим мы это для начала прокурору района. Пусть они проведут проверку с привлечением администрации района, потому что все это должны заниматься администрация района. Я тут это тоже не писал. Вот это очень хорошо. И потом уже сделаем, ну как бы так сказать, посмотрим документальную сторону, что и как, если там будут выявлены нарушения закона, то они все это приведут в первоначальное состояние. Медсестра из Сесерти жалуется на некорректную, с ее точки зрения, аттестацию рабочих мест. После очередного такого мероприятия, ее условия труда внезапно были признаны лучше, чем были накануне. И у нее исчезло несколько дней отпуска. Дополнительный отпуск в 21 день. Сейчас он снижен до 7 дней. На 14 дней убавился. С чем я не согласна? Я не согласна с тем, как была проведена аттестация рабочего места, потому как, ну, фактически при пустом зале были проведены измерения шума. Ну и насколько... Остальные я не знаю, как это вообще просто проходилось, потому что это секреченная информация. За них снизили вам все эти льготы, с учетом того, что там условия труда... Как и в предыдущем случае, здесь требуется проверка всех фактов. Если будут найдены нарушения, очередное должностное лицо может убедиться в неотвратимости наказания. Хотя бывает и так, что взыскание происходит не сразу, а только после целого ряда эпизодов. На управляющую компанию, в ведении которой находится несколько домов на Шварца, это снова Екатеринбург, жалуются уже не в первый раз. Очередная проверка там идет прямо сейчас. Прокуратура области Свердловской проводит проверку. И там уже выявлено достаточно нарушений и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Очень много всего. Но мы давайте еще раз усилим, и я так еще раз даже на камеру скажу, наверное, время Тюкина пришло. Потому что фамилия Тюкина, это уже... Время Тюкина, это значит все плохо. Так мягко скажем по ЖКХ. Еще один коммунальный вопрос и снова знакомый адрес. Жители дома на Ануфриево сомневаются в обоснованности расходования средств, предназначенных для капитального ремонта. В декабре 2019 года вступил в действие 211-й федеральный закон. Вот там было четко определено, какие работы можно выполнять за счет капитального ремонта. Я вижу, вот подготовились очень сильно со знанием всех нормативной базы. Приходит. Согласен. И поэтому вас обязательно пригласят в областную прокуратуру. Там будет областная совместно с районной. И вы еще более вот это подробно, все свои нюансы, которые вы сейчас говорите, расскажете непосредственно группе прокурорских сотрудников, которые будут уже на месте разбираться со всеми нюансами. И снова область. Жители села Черноусова, Белоярский район, только что переехали в новый дом из аварийного, предназначенного под снос. Но теперь готовы попроситься назад. Когда зашли, был уже грибок и плесень. В доме была отключена подача воды. На что наш Павел Николаевич развернулся и уехал, сказал на заметку, возьму. Это кто? Глава района? Глава района. Там же такой район у вас, Белоярский, вечно проблемный район. Я сколько помню, и вечно проблемы в Белоярском районе. Главы, я откровенно говорю, они как-то не воспринимают необходимость достаточно более серьезно относиться к исполнению своих обязанностей. Вечно никаких там проблем. Последней каплей стало то, что жителей дома при попытке зайти в подъезд регулярно бело током, что наводило на мысли о некачественной проводке. О программе переселения из аварийного жилья, а также о программе капитального ремонта стоит сказать особо. Недавно они были рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры Свердловской области. Ситуация была признана далекой от идеала. Переселение, строительство и капитального ремонта лежит, естественно, на органах госвласти, естественно, с привлечением органов муниципальной власти. Выделяет большие, достаточно большие деньги для кризисной ситуации в стране. И наша самая главная задача, чтобы вот этот процесс, почему это входит в майские указы, был строго прозрачным и законным. И при этом в Белоярском районе дело снова оказалось не столько в злом умысле, сколько в элементарной безалаберности должностных лиц. Вот та самая дверь, а вот изолента, которой пришлось обмотать дверную ручку. Это кадры из репортажа программы Вести, с которого и началась проверка. Дом оказался ничей. В районе 10 часов вечера подъехала аварийная служба, и мы были вынуждены встать живым щитом перед электроопорой и не допустить отключения, потому что нам сказали, свет мы вам отключим. А восстанавливать – это не наше дело. Дело в том, что дом на балансе еще ни у кого не стоит. Уже в течение двух месяцев, как мы сюда заселены, в реестр дом не внесен, мы не можем заключить договора. Между тем, исправить проводку было совсем просто. В одной кабель обгорел из-за того, что неправильно было, подцеплен, и все. Тут все элементарно. Не сделали вовремя натяжку провода. И из-за того, что угол большой получился, перетерло. Видимо, ветром перетерло и все. В данный момент проверка уже идет. Совсем скоро будет решен вопрос о возбуждении административного производства сразу по двум статьям. Нарушение правил содержания и ремонта жилья и нарушение правил пользования топливом и энергией. Штат управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе небольшой, поэтому жалобы могут передаваться в прокуратуру областей, а также другие надзорные органы. Но за их исполнением идет строгий контроль. Иногда, хотя и редко, приходится поправлять даже ниже стоящие прокуратуры. Защита законных прав граждан была и остается главным приоритетом в работе органов прокуратуры всех уровней. Следующий сюжет наверняка заинтересует тех жильцов многоквартирных домов, которым не повезло с соседями, коммерсантами, старающимися извлечь максимальную выгоду из нежилых помещений, расположенных на первых этажах. В Челябинске в результате незаконной перепланировки едва не обрушился многоквартирник. Прокуратура через суд потребовала от собственника привести нежилое помещение в первоначальное состояние. Шум строительных работ был настолько силен, что Владимир Степкин, мирно отдыхавший в своей квартире, заподозрил неладное. Даже на третьем этаже непрекращающиеся звуки работы отбойного молотка буквально сотрясали квартиру. Раздался страшный грохот внизу. Ну, я, значит, вначале как-то принял. Ну, бывает все же, в конце концов, дом-то не так давно построен. Уже здесь невозможно стало, у нас заметьте, что, значит, третий этаж. Вот, я опустился вниз, вот, и, значит, вот этот пристрой, значит, дверь на распашку, оттуда пыль. Бригада строителей, методично разрушавших бетонную арматуру, переадресовала жильца дома к своему начальству, которая, в свою очередь, сослалась на управляющую компанию, которая дала разрешение на снос конструкции, на которой по проекту держались все расположенные выше этажи. Сейчас надо посмотреть проект, но когда мы согласовывались с управляющей компанией, мы сделали расчеты нагрузок. Данная конструкция превышает даже конструктивный, превышает расчет нагрузок, та, которая была на плиту. Подтверждение своих слов, бизнесмен Максим смело ходит по офису, в том числе и там, где когда-то стояла несущая стена. Каким образом она была несущая, я не понимаю. Соответственно, мы обратились в управляющую компанию, нам они сказали, ну, не несущая, но усиление поставьте. Вот усиление поставлено. Усиление – железная рама. Оно действительно установлено, и за полгода дом не упал. Хотя решение управляющей компании – снесите, но поставьте усиление – выглядит странно. Жена заявителя Степкина, в свою очередь, демонстрирует свежие следы ремонта. Рабочие, выполнявшие снос конструкции полгода назад, позднее пришли сюда, чтобы починить балкон. Вот это все было в трещинах, вот так вот все шли. Ну, они, видимо, сказали, мы, вон, все, видите, еще, ну, не очень хорошо заделали. Все, 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 и на том балконе, и на этом, все было в трещинах. Просто вообще ходунов, говорю, ходил, дом-то и квартира. Как выяснила прокурорская проверка, необходимые согласования все же не были собраны бизнесменам в полном объеме. Прокуратура обратилась в суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью, которое занимает нежилое помещение, восстановить прежнее состояние помещения и восстановить несущую стену в соответствии с требованием технической документации. Решением Калининского районного суда города Челябинска от 1 марта вынесено решение, согласно которому требования прокуратуры Калининского района удовлетворены, и на общество с ограниченной ответственностью колорит возложена обязанность привести нежилое помещение в первоначальное состояние. В настоящий момент фирма, занимающая офис на первом этаже, получила решение суда и обязана вернуть несущую конструкцию на место. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Калининского района. Традиционно в нашей программе страничка военной прокуратуры Центрального военного округа. Я предоставляю слово моему коллеге Алексею Акатьеву. Вопрос от Сергея из Тюмени. Подлежат ли призывы на военные сборы граждане, ограниченно годные для прохождения военной службы? В соответствии со статьей 1 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе, воинская обязанность граждан России предусматривает призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Граждане освобождаются от исполнения обязанностей военной службы только по основанию предусмотренным законом. В подпункте 4 статьи 23 Федерального закона от исполнения обязанностей военной службы освобождаются граждане, призванные негодным к военной службе по состоянию здоровья. Порядок проведения военных сборов определен, кроме положения названного Федерального закона, еще и положением о проведении военных сборов, которое утверждено постановлением правительства Российской Федерации в 2006 году. Исчерпывающий перечень основания освобождения от военных сборов указан в Федеральном законе о воинском обязанности и военной службе. Ограниченная годность к военной службе в этом перечне не значится. Таким образом, уважаемый Сергей, граждане, призванные и ограниченные годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от призыва на военную службу, но не освобождаются от призыва на военные сборы. Евгений из Екатеринбурга, старший лейтенант, интересуется, что стоит за формулировкой «вынесено прокурорское предостережение», какие меры принимаются гражданину, которого прокурор предостерег. В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона о прокуратуре РФ, в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, прокурор направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных или религиозных объединений, предостережение о недопустимости нарушения закона. Особенность данного акта прокурорского реагирования заключается в том, что оно объявляется должностному лицу в тот момент, когда еще не совершено правонарушение, а лишь созданы предпосылки для этого, либо лицо готовится к противоправному деянию. В случае неисполнения требований, изложенных в прокурорском предостережении, должностное лицо или руководитель объединения, которым оно объявлено, может быть привлечено к ответственности. Поскольку копия прокурорского предостережения приобщается к материалам личного дела военнослужащего, которому оно объявлено, данный факт учитывается при рассмотрении вопросов поощрения и кадрового перемещения военнослужащего по службе. Напоминаем, что прокуратура Центрального военного округа принимает обращение граждан по всем вопросам, связанным с прохождением военной службы. Адреса военных прокуратур крупнейших гарнизонов округа сейчас на ваших экранах. Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в городе Салихарде. Подробнее об этом в сюжете программы «На страже закона». 17 марта в приемной президента Российской Федерации в городе Салихард личный прием населения провел прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко. На прием обратились 23 жителя городов Лабытнанги, Салихард и поселка Пельваш. Люди обращаются по большому спектру вопросов на наибольшее количество обращений на действия управляющих компаний в сфере ЖКХ. Люди не устраивают переселение сверху аварийного жилья, жилищное законодательство. Ну и вот сегодня два человека уже обратились на прием по поводу того, что детей не пускают в школу из-за отсутствия прибивки в МОНТО. Квартирный вопрос действительно был основным. Надежда Яницкая из Салихарда ходатайствует об улучшении жилищных условий для своей матери. Она проживает в столице Ямала с 58-го года. Жилье не приватизировано. Его не могут ни отремонтировать, ни дать новое, хотя постоянно обещают. Постоянно переносят-переносят для предоставления нового жилья. В ней переносят снос этого дома. Сейчас было в 14-м, она ждала, 78 лет ей. Теперь ей в 17-м году обещают, возможно, но это тоже обещают. Так она будет ждать и ждать. Она долгожитель, наверное, будет она ждать. Андрей Чернышов из Лабытнанги жалуется на многочисленные нарушения в деятельности управляющей компании. Есть такая улица, переулок Солнечный в городе Лабытнанги. Там сделан капитальный ремонт на несколько миллионов рублей. Прокуратура с 2012 года выносит постановление о том, что денежные средства присвоены. Но оказывается, директор, который получил эти деньги, он не является подозреваемым. Не установили лицо. Он деньги получил, но он не установлен. Ремонт до сих пор не сделали. Помимо капремонта регулярно взимаются необоснованные, на взгляд заявителя, платежи. За детскую площадку, которая нет, за уборку снега, которая не производится, и за вентиляцию, которая также отсутствует. Тяжба с коммунальщиками у заявителя давняя. И не так давно он даже решился на эксперимент. Лично сдал экзамен на право управлять жилищно-коммунальной компанией. Считается, что это испытание должно поставить заслон для безграмотных коммунальщиков. Однако на деле барьер преодолевается без особого труда. Вот, пожалуйста, можете убедиться. Я эти экзамены сдал за 10 минут, которые ваши компании сдают по 40, по часу, по 2 часа. Люди получают, потому что вопросы касаются в основном трудовых отношений. А по Санпину там нет вопросов. То есть простые вещи, они даже не знают, что контейнер мусорный должен на доме стоять не менее 20 метров и не более 100 метров. Эти простые вещи любой человек должен знать. А этого у нас не знают. Также поступали заявления о нарушении прав несовершеннолетних, трудовых прав работников предприятий, бездействия правоохранительных органов и неисполнении решений по арбитражным судам. Из 23 заявлений принято 15. По остальным случаям даны устные разъяснения. По поступившим обращениям начаты прокурорские проверки. В сентябре 2011 года было дано первое поручение президента о защите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. На тот момент в Тюменской области насчитывалось более 50 проблемных строек. В результате принятых мер к началу 2015 года число жилищных долгостроев удалось снизить до двух. Однако к концу прошлого года их число вновь выросло до шести. Сказалась неблагоприятная ситуация в экономике. В связи с этим особую роль приобретает вопрос информированности самих граждан о том, какие законы регулируют процесс долевого строительства. Согласно статье 3 федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, застройщик праве осуществить привлечение денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов при соблюдении ряда условий. Первое – это получение в установленном порядке разрешения на строительство. Второе – государственная регистрация права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, либо право аренды, субаренды на данный земельный участок и опубликование или предоставление любому заинтересованному лицу проектной декларации, которая содержит сведения об объекте строительства и застройщики. Кроме того, осуществление денежных средств застройщик вправе привлекать только на основании договора долевого участия в строительстве. Это договор, который заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации. Договор страхует дольщиков от рисков. Кроме того, обязывает строителя использовать деньги исключительно по целевому назначению. Нарушение норм закона ведет к крупным денежным штрафам для должностных и юридических лиц. Еще есть один момент, который законодательно обеспечивает защиту дольщиков. Это наличие обязанности у застройщика осуществить страхование своей ответственности, либо заключение договоров поручительства. И перечень страховых организаций, которые имеют право заключать договоры страхования гражданской ответственности, он в открытом доступе находится и размещен на сайте Центробанка Российской Федерации. Также рекомендуется смотреть на репутацию застройщика. Поскольку отношения застройщика и дольщика носят гражданско-правовый характер, разногласия решаются в суде. Серые схемы, применяемые застройщиками, которые часто, что называется, хотят срезать углы, как правило, используют другие договоры, иногда с похожими названиями. Зачастую руководители организаций застройщиков намеренно заключают с гражданами предварительные договоры долевого участия в строительстве, которые фактически являются выражением намерения застройщика в будущем заключить с гражданином основной договор, и которые не предоставляют дольщикам право требования доли. Застройщики, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Другой формой, которой любят пользоваться мошенники, является договор об инвестиционной деятельности, по которому гражданин может оказаться обладателем всех возможных рисков. Недобросовестность застройщиков является основной причиной появления проблемных новостроек. В 2015 году следственными органами возбуждено 16 уголовных дел в сфере долевого строительства. Судами области рассмотрено 7 уголовных дел в отношении 8 лиц. Остальные уголовные дела находятся на стадии предварительного расследования. По результатам рассмотрения уголовных дел вынесены обвинительные приговоры, в соответствии с которыми виновным лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы. Если вы стали или собираетесь стать дольщиком, всю информацию в текстовом виде можно найти в одном месте – на сайте Главного управления строительства Тюменской области. На нем существует специальный раздел, посвященный долевке. В этом разделе имеется вся необходимая информация для граждан, в том числе информация о законодательстве, которое регулирует сферу строительства, именно долевого строительства. Также в разделе, посвященном долевому строительству, на нашем сайте указана информация, каким образом гражданам необходимо действовать в случае признания застройщика банкротом, то есть куда нужно обратиться, какие документы предоставить. Также на этом сайте можно найти список застройщиков, регулярно предоставляющих отчетность и перечень объектов строительства, которые считаются проблемными. В Лангипасе проживает около тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 120 человек – это дети. Чтобы особенные горожане не сталкивались с дополнительными сложностями, практически во всех образовательных, спортивных, культурных учреждениях есть пандусы и поручни. Программа «Безбарьерная среда в действии». Насколько успешно она работает, решили выяснить сотрудники прокуратуры, заручившись поддержкой заинтересованного человека. Первым делом направились в детское отделение библиотечно-информационного центра. Пока я сюда попасть не смогу самостоятельно, но в скором времени я слышу, что будет пандус. Следует отметить, что это здание эксплуатируют в качестве библиотеки всего год. Раньше тут был детский игровой клуб. Специалисты сразу замеряют ширину входа в книжное хранилище. Пространство должно быть достаточно просторным для того, чтобы человек на коляске мог туда спокойно заехать. Затем эксперты обращают внимание на расстояние между стеллажами. Выявлен ряд нарушений, в их числе отсутствие тревожной кнопки. Также специалистов смутило, что в учреждении нет сурдопереводчика. Валентина Костыра, председатель Всероссийского общества инвалидов, принимала в этой проверке не менее активное участие, нежели сами организаторы. Она считает, что Лангипас – один из самых комфортных для людей с ограниченными возможностями здоровья городов в Югре. Если сравнивать работу нашего города и наших отделов в этом направлении, то, конечно, мы на хорошем уровне. Почему? Потому что я ни в одном городе округа, где мы ездили, такого не видела. Даже сами инвалиды просят проводить у нас соревнования только потому, что у нас везде все доступно. Материалы о результатах прокурорской проверки изучат в суде. У руководителя есть время до лета, чтобы исправить недочеты. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова